Оливер Хьюс Оливер Хьюс Конечно, есть что-то от Олега Тинькова, точно Что-то от Гугла в США И много чего от сотрудников Которые хотели строить вот такой открытий Брутальный транспорент, я бы сказал даже офис Нам очень нравится здесь Я посмотрела столовую и слышала Что есть даже мега оснащенный тренажерный зал В который каждый сотрудник может спуститься, когда пожелает Такая свобода нравов в офисе? Это так и есть. Все должны, конечно, отработать свое время в офисе. Все здесь любят работать, так что они все работают по полной программе, но тоже есть возможность идти вниз на первый этаж, где у нас есть бесплатный тренажерный зал для всех наших сотрудников. Я обратила внимание, что даже вы, руководитель топ-уровня, вы сидите абсолютно в стеклянном кабинете и вы видны каждую минуту. Так комфортно вам работать? Я считаю, что это очень хорошо. У меня политика открытия двери, то есть кто угодно может заходить. Конечно, они не должны это злоупотребляться, но я виден, я слышен. Они мне видны, что очень важно. И у нас это супер открытый офис. Это очень важно для нашей, как правильно сказать, информационного фэн-шуаи, который существует. Информационный фэн-шуи? Да, который имеется в нашем офисе. Оллер, вы меня удивляете, потому что когда мы проводили опрос наших сотрудников на портале, все подразделения IT сказали, никакого open space, маленькие клетушки, комнаты, но чтобы двери и стены, все было вот непрозрачное. Это просто разная ментальность? Иногда так говорят, потому что кому-то нужна дорогая такая тишина, они хотят в клубике работать, концентрироваться, сфокусироваться. Но то, что они ждут это, они выиграют в других местах. И, конечно, были немножко диссонантные голоса, когда мы хотели это делать в новом офисе, но все уже привыкли и всем очень нравится. Вы умеете играть в нарды? Я умею. Давайте, может быть, поиграем? Кто начинает? Ну, давайте посмотрим, кому что выпадет. Так, у вас один и четыре. Так, раз, два, три, четыре. С вами банкир, мне лучше вообще выиграть, где надо что-либо считать. Мне гуманитарию играть не рекомендуется. Переходим к деловой части нашего интервью. Месяц назад на крыше одного из ночных клубов Москвы вы запустили черную дебетовую карту с уникальными условиями. Зачем вам это потребовалось? Потому что вы изначально специализировались на кредитных картах. Для чего и как клиенты и аудитория оценила этот продукт за прошедший месяц? Это действительно было. Это было в клубе «Джипси» где-то месяц тому назад. У нас был достаточно громкий анонс, но на самом деле этот продукт достаточно давно существует. Мы его сейчас называем «Тинькофф Плак», но раньше это была карточка, которая была привязана ко вкладу. Мы ее развязали от вклада и переделали. И сейчас это, можно его назвать, килопродукт для клиентов, потому что на самом деле это уникальное предложение рынка. Это кэшпак, это зачисление 10% ставки по текущему счету. Но на остаток, если он превышает 200 тысяч? До 200 тысяч, а выше 200 тысяч рублей, это 5%. Бесплатные банкоматные операции, это бесплатные звонки, это курьерская доставка. Наши представители выезжают на место. То есть это очень хорошее предложение вообще. А на чем вы зарабатываете? Это же очень дорого все. Все эти услуги стоят денег. За счет чего математика этого продукта выгодна банку? Математика очень простая. Мы хотим привлекать клиентов. На самом деле нужно отступить немножко, отступление такое небольшое. Мы давно перестали быть так называемым монолайном. Хотя мне очень нравится, потому что это обозначает фокус. Такая концентрация. Концентрация на одном вещь. Конечно, мы банк кредитный кард до сих пор. Это наш основной продукт, это где мы зарабатываем деньги. И чем мы известны. Но в то же время мы делаем вклады, привлекаем средства населения. Мы делаем сейчас дебетовую карточку, расчетную карточку. Think of Black. Есть купив кредит. И мы расширяем все, что мы делаем потихоньку. Именно розничные продукты для потребителей через онлайн. Онлайн открыл достаточно большой мир возможностей для нас. Этот продукт нужен для того, чтобы клиенты имели удобство нашего сервиса. Чтобы у них был не только один продукт, а несколько вкладов. И вот заметьте, сколько карт реализовано? Сколько карт? Выдано сейчас около 6 тысяч. Вы ожидали такие цифры? Продукт растет, мы его раскручиваем. Я ожидаю, что будет много желающих. Потому что продукт на самом деле очень хороший. Мы не стали его широко рекламировать пока. Мы его отлаживаем. В основном заявки приходят на новый продукт через интернет? Или все-таки телефонные звонки доминируют? Не-не, это интернет. Люди заполняют заявки через онлайн. Целевая аудитория. Кто ваш средний клиент? Такой вот портрет вы составляли? Если мы говорим про дебютовую карточку, именно Think of Black, то это белые вареннички, которые живут в больших городах в основном. По-английски называются япы. Это люди, которые профессионалы, которые работают в офисах, на улице Гашки, например. У нас много таких клиентов. Это уже немножко, чем наш вклад. Но вклады это тоже такие городские люди, которые в принципе состоятны. Я как-то стояла в районной аптеке, передо мной девочка, ну на ней курточка, рваные джинсики. И тут она из заднего кармана платиновую тиньковскую карту и расплачивается. Спасибо, я огромное. Вау. То есть получается молодежь в рваных джинсах? У нас вся гамма. Весь спектр клиентов от молодых до старых. Бабушки тоже имеют. Я тоже виду бабушки недавно. Вы понимаете, платина это определенный уровень. Это всегда респектабельность. Это клубный эффект. А здесь ребенок фактически с платиновой карты. Ну, ребенок это что? Ребенок в форме не ребенок, а 18, 19, 20 лет. Пожалуйста, почему бы нет? Оливер, платина это как бы хай-класс. То есть, а вы сделали ее доступной абсолютно практически для всех. Это специальная карта? Это частная концепция, конечно. Мы это делаем, потому что мы не просто даем доступ к кредиту или к кредитной линии револверной. Мы даем специальный сервис. Есть весь пакет сервиса. Можно звонить к колл-центру бесплатно, круглосуточно. У нас очень хороший уровень облачения. Я поняла, что это не просто цвет, это набор услуг. То есть, это пакет услуг. Пакет услуг, да. Сколько сегодня у вас розданок кредитных карт? Прямо в моменте около 2,5 миллионов. К концу года будет где-то 2,7 миллиона. Какое место вы сегодня занимаете на рынке? Мы на четвертом месте. До нас Сбербанк, Русский Стандарт и ВТВ-24. Если мы растем, как мы росли в этом году, в следующем году мы обгоним ВТВ-24. Это наша следующая цель. А к 2017-му, я читала, вы планируете уже приблизиться к Сбербанку и стать на вторую позицию? Время покажет, но есть предпосылки. Такие планы вы озвучили? Есть предпосылки. Думаю, что мы это сделаем. Сбербанк, Русский Стандарт и ВТВ-24. Сбербанк, Русский Стандарт и ВТВ-24. Сбербанк, Русский Стандарт и ВТВ-24.